уважаемые любители моих разных роликов о эволюции человечества я сильно приболел на новый год ну поэтому в таком пребываю зверском виде но тем не менее ко мне приходит очень много вопросов и на новый год тоже пришло их достаточно много связанных на с некоторым непониманием процессов отбора значит дело в том что да действительно мои книжки практически не понимают западные ученые не за того что они так сказать до такой степени недоразвитые нет немножко не в этом дело есть глубинные различия языка которым на котором одни вещи можно излагать а на другом это почти невозможно очень простая алгоритме алгоритмизированная наука ну такая которая как процветает на западе когда вот там из раза в раз повторяют одно и то же распевают на все темы и отказаться от алгоритма предложенного особенно начальством никто из ученых не может то есть на самом деле английский очень хорош для описания конкретных процессов у одного зверяка нашли одно у другого другого сравнили ничего не получилось но ничего зато сравнили то есть вот такой уровень развития науки для этого это очень пригодный язык а вот для понимания процессов эволюции гоминид нужно создавать целый аппарат научный то есть нужно по сути дела разрабатывать словарь как я в свое время редактировал латинско русский русский латинский словарь который превратился в такой кирпич но зато там хотя бы нет глупости очевидных которые международных словарях которые составляют люди плохо знающие любой язык даже родной они к сожалению нам сожалению отличается в лучшую сторону хотя и не такой модный так вот для того чтобы понимать процессы эволюции гоминид нужно иметь соприть соответствующий язык и знать значение слов в англоязычной литературе этого нет чего этом говорю потому что собрались переводить мои книги на английский язык я пришел в ужас то есть сначала нужно читателя ввести в понятийный аппарат который собственно говоря на западе даже неприемлем по своей идеологии но они так далеки от реальности да и живут в таком алгоритмизированном мире что это сделать крайне трудно то есть нужен тазауру с толкованием слов термина всего остального то есть у них нет адекватного языка для описания эволюции гоминид то есть нас с вами ну ничего страшного они будут пользоваться знаете как фильмов про шерлока холмса и будут давать результат в том числе кстати как наши экономисты им дают результат и горит ой как здорово а как-то получается а как получается понять нечем то есть вот здесь тот понятийный аппарат который в нашей стране в науке в экономике развивался десятки в некоторых случаях и сотни лет у них там отсутствует отсюда и проблема потому что как ему объяснить искусственный отбор непонятно как объяснить искусственный отбор они же не могут поверить то что они являются и кроликами и смелыми естество испытателей которые кроликов берут за уж и значит это аннигилирует в том случае когда они подходят к социальной структуре сообщества они в это вообще поверить не могут для них это неприемлемо отсюда некоторые непонимания поэтому не знаю какой успех будет в переводе на английский моих не думаю что там это сочтут чем-то интересным что такое церебральный сортинг им тоже непонятно мотивы и причины не связанные с прямой пищей а для них невозможно откуда это все происходит от того что на территории сегодняшней российской федерации россии происходил методический такой же точно биологический биолога социальный скажем так искусственный отбор как и на западе до 1917 года тогда конечно негодными средствами малопригодными для этого людьми но была предпринята первая многопоколенческая попытка изменить систему происхождения естественного отбора на искусственный но искусственный осмысленный отбирать хорошее а не плохое это очень сложный процесс и конечно коммунисты его провалили но идея была неплоха начать с того чтобы вырвать человечество из лап из лап естественной биологической эволюции в общем на территории российской федерации россии советского союза это было сделано а на западе нет западные люди продолжали эволюционировать по биологическим законам отсюда и отношение их к нам биологическое им абсолютно без разницы как и что мы делаем для них принципиально то что мы плоды совершенно другого эволюционного церебрального сортинга человеческого они плоды животного поэтому они а пофиге и как бы клопов а мы уже людей разница очень велика то есть на западе эволюция это продолжалось без перерыва не было никаких разрывов между эволюции ранних там гоминид австралопитеков которые там более поздних которые ели друг друга почем зря и нашими современными людьми то есть там животное дикость и отсталость отсюда языковые непонимания они даже не могут понять в чем дело поэтому у них все революции это общественно-экономические формации это смена поисков колбасы или ее перераспределение то есть давайте мы завершим революцию и распределим колбасу по-новому вот весь смысл французских революции там и наших революции все общественно-экономические формации то есть колбас на социальная система переустройства мира поэтому они никак не могут принять то что смена физиологии физическая смена отбора одной группы людей другими она на самом деле это закономерности гоминидной эволюции построены на церебральном сортинге и отбор идет не по распределению колбасы совсем нет отбор идет как раз по тому что у нас в головах в этом катастрофа поэтому возникает непонимание то есть колбас на экономическая эволюция биологического типа который говорят на западе все начинают биологов там молекулярных генетиков кто угодно социологов и кончая политиками это продолжение естественного процесса биологической эволюции мы рассуждаем уже имея за своими плечами три поколения людей которые жили в другой системе церебрального сортинга поэтому и сравнивать то нечего не понимают люди как может эволюционировать человеческий мозг для того чтобы решать новые человеческие задачи поэтому наша попытка встроиться в замечательную европейскую американскую вообще англосаксонского систему воров и убийц на самом деле которые систематически столетиями обворовывали весь мир не очень удалось у нас другие мозги они уже на три шага дальше от того убогого уровням которым находятся они ну что сделаешь кстати говоря с 1 января 23 года вступает еще мартовское решение правительства об отказе от всех договоров ес я поздравляю очень многих потому что таким образом раз эти договора перестают действовать то нам надо заняться очень серьезным делом перри проверить всех лиц получивших высшее образование на западе посмотри они что-то умеют кроме как тратить папины и мамины деньги с карточки также нужно проверить а соответствует ли нашим требованиям их кандидатские диссертации которые нас они пытаются выдать за докторский и кто там у нас профессора ран и кто новодельные молодые академики приехавшие запада с кандидатскими диссертациями то есть этих людей надо проверить на компетентность поскольку у нас в этом году законы и с то есть подписанные договора не действуют их дипломы о высшем образовании и тем паче кандидатские степени ставится под большой вопрос и мне кажется что был бы неплохо в рамках академии или министерства высшего образования создать соответствующую комиссию где перетряхнуть всю эту очень своеобразную публику который неизвестно чему и неизвестно где училась таким образом уважаемые слушатели для понимания причин гоминидной эволюции которая сейчас находится на серьезном изломе нужно учить русский язык учите может быть что-нибудь до вас и обращаю западным слушателям и дойдет потому что в противном случае вы никогда не поймете когда произойдет активная смена одного принципа церебрального сортинга на другой и для вас как всегда это будет неожиданностью революционным полу это очень интересно так неожиданно хотя уже все признаки этих неприятных для большинства граждан старой архитектуры мозга уже на пороге таким образом хотелось бы напомнить что в основе эволюции человечества лежит церебральный сортинг отбор по востребованным на сегодняшний день на сегодняшнем уровне людей способностями которыми обладает их мозг сейчас нужны эти особенности об этом я много раз говорил какие именно но они будут поощряться и они приведут к изменениям нравится нам или не нравится потому что с биологические законы мы подменили искусственным отбором я постоянно призываю попытаться его сделать более менее осмысленным иначе будет как всегда как сейчас происходит на юге россии и никак иначе почему потому что это классический вариант собственно говоря использование старых старой архитектуры умершие уже мозга для того чтобы пытаться остановить новую архитектуру который приходит на смену это очень болезненный процесс зачастую военные чем много как много раз говорил но ничего не сделаешь потому что сколько волка не корми он все время в лес смотрит поговорка это не просто так возникла и она отражает одну простую вещь раз уж у нас сложились социальные инстинкты в период то формирование лимбической системы с рождения до 6 7 лет формирование неокортикальных систем восприятия социального мира это после 7 8 9 лет и там до я полового созревания эти уже социальные инстинкты благоприобретенные выбить никак не получится к сожалению они уходят из головы только вместе с декапитации это печальная история но многочисленные примеры изложены вот уже в четырех изданиях книжки это последний церебральный сортинг где я собственно говоря и описываете процесс к сожалению они не владеет для не владеющих русским языком практически недоступны я не думаю что что-нибудь получится из переводов моих этих книг потому что мое знакомство с первыми попытками показала что надо к этой книжке писать в два раза толще приложения кстати говоря насчет сообразительности и развития интеллекта интеллекта меня спрашивали многие а календарь на этот год к сожалению в издательстве не нашлась необходимая сумма она достаточно большая поскольку как вы понимаете календари такого рода они даже по типографии себя редко оправдывают поэтому есть выход какой есть календарь за 2017 год вот он календарь черно-белый посвященный черно-белой фотографии и внутри там много всяких красот природных сняты на пленку подмосковье в ближайшем там до 300 километров календарь с моей точки зрения интересный как художественная работа но сейчас уже превращается так постепенно в антикварная вещь но еще какой-то количество экземпляров в издательстве есть и ими можно разжиться даже по небольшой цене как в среднем обычного календаря и самое главное что в этом календаре все циферки полностью совпадают с 2023 году но поскольку нигде не видно что это 17 клапана нет значит можете получить такой календарь и которым еще можно кстати говоря много чего и написать он белый они черные ну и плюс уж особо извращенцы которые любят получать книжки с моим подписями могут получить подпись на первом на первой странице как раз я красуюсь культ личности надо поддерживать общем я готов подписать это антикварные изделия если вас не смущает что он вышел пять лет назад а так могу сказать что уважаемые слушатели русскоязычные меня могу вас поздравить мой скромный опыт показывает что многие вещи доступные и понятные русскоязычным гражданам для западе подоявляются загадкой и неким загадочным финикийским письмом я думаю что это надо оставить как есть потому что как известно с дураками проще справляться а учить дураков только портить на этом я поздравляю вас с приближением настоящего нового года который скоро наступит ну и желаю вам хорошего настроения и календаря 17 года на этом до свидания